План проведения репетиций и праздничных мероприятий обсудили сегодня на планерке Победы. К празднику обновляют памятники, проводят репетиции, программ, устанавливают сцены, площадки, билборды и конструкции. Праздничные мероприятия растянутся на несколько дней. Так, 5 мая в городе проверят готовность к празднику памятников и мемориалов. 7 мая с 10 до 12 на площади Победы пройдет генеральная репетиция торжественного митинга, а в драмтеатре состоится праздничный вечер. Каждый гость получит номер газеты «Сталинец» за 9 мая 1945 года. Военно-исторический клуб «Северная Двина» и поисковые отряды там же организуют выставку и создадут атмосферу военных сороковых. 8 мая в 13 часов в сквере ветеранов начнется монтаж конструкции «Живая память». 9 мая пройдет массовая музыкальная акция «День Победы». У Дитра волонтеры молодежного центра, библиотеки и художественные школы организуют площадку для детей с мастер-классами по изготовлению гвоздик, фронтовых открыток и раскрашиванию самолетов. В этот же день пройдет акция «Рекорды Победы» – марафон отжиманий за каждый мирно прожитый день с момента окончания войны. А это 25 568 раз. А в 18 55 – вещание минуты молчания. Проверка у нас состоялась тестовая. Все, конечно, было непросто, но, слава богу, разрешилось. У нас специалисты на СИМАШ классные. Поэтому через систему оповещения громкоговорителей будет запущен федеральный канал. Всю технологию отработали. К акции «Минута молчания» подключится и наша телекомпания. Смотрите в прямом эфире на телеканале ГТРК. Также 9 мая в парке культуры и отдыха будет играть духовой оркестр. А уже 10 мая в парке пройдет танцевальная ретро-площадка. Информацию о времени проведения мероприятий можно уточнить на сайте администрации Северодвинска.